Идею воплотить жизнь в задумки лабытнанцев подхватил молодежный центр города Лабытнанги и объявил творческий конкурс по созданию снежных фигур в рамках Всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Светлана Кель узнала условия конкурса. Но с морковкой на ногах валенки на голове ведро. А вы уже успели это зимой слепить самого настоящего снеговика? Если нет, то еще успеете, ведь в Лабытнангах ожидается самое настоящее нашествие снеговиков. Я думаю, акция будет безумно живая и безумно интересная как для детей, так и для взрослых. Мы хотим, чтобы это были не просто отдельные снеговички, но и разные номинации. Где-то это может быть семья снеговиковая, где-то семья соседей. Также призываем соседей к сплочению и коллективной лепке красивых, больших, маленьких снеговиков. Идейные вдохновители творческого конкурса, специалисты Молл-центра предлагают добавить в любимую зимнюю забаву немного творчества и фантазии. Тем более, что лабытнанцы сами определили, в каком стиле и образе должны быть представлены снежные скульптуры. В общей сложности в народном голосовании на платформе «Живем на севере» приняло участие 456 человек. Так что жители города знают толк в снеговиках. Ну, во-первых, побольше, покрасивее, конечно же, с красивым носом, с морковкой. Ну и зимовика, короче говоря. Ну, а креативность-то в чем будет его? Уникальность? Ну, не знаю. Что-то, может быть, надо было сделать со шляпой, там что-то, я не знаю, ведро какое-то хорошее на голову одеть. А национального это какого? Русского? Тогда в шапке, наверное, меховой бы. В меховой шапке с шарфом. Вот. Ну и, пожалуй, а вместо носа что можно поставить? Морковь? Нет. Что? Можно поставить яблоко. Яблоко. Яблоко? Палочку, палочку. Нет, палочку неинтересно. Я думаю, что вместо носа мы бы ему поставим большую репу. Это будет очень красивый и русский снеговик. Он может быть снеговик, наверное, повара, чтобы не ходили голодные дети. Ну, а какой? Давайте представим, какой он. Какое у него, допустим, одеяние какое? Ну, белый снеговик с красным носом, с красной шапочкой, в белых перчатках, как должно быть. И черные тапочки. Наверное, главный атрибут поварешка в руках. Да, наверное, с поварешкой. В каком образе предстанут снежные персонажи решать конкурсантам. Старт масштабный. Зимняя акция «Снеговик жив» назначена 17 марта. Кстати, проводиться она будет как раз на территории нового спорткомплекса «Старт». Заявить о своем желании слепите снегом «Герои дня» можно уже сегодня. Заявки на участие в конкурсе будут ждать в младежном центре по адресу mall.centrsobaka.lbt.ynau.ru Так что поспешите оставить свой след в уходящей зиме. Ведь снег – отличный материал для воплощения самых необычных идей. Светлана Келькерилл-Сементеев, программа «Время местное».